РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА Светлый вечер на Радио Вера. Здравствуйте. Здесь, в этой студии, собрались мы, Алексей Пичугин и Константин Мацан. Программа довольно интересная у нас сегодня, но самое главное сложная, потому что говорить будем о молитве. Ну, за довольно длительный уже период наших программ, которые не выходят в эфир, о молитве мы говорили не один раз, естественно, но при всем при этом глубоко в этот вопрос не погружались. Сегодня попробуем углубиться, причем углубиться так, что мало не покажется. Представляем с удовольствием нашего сегодняшнего гостя. Вместе с нами эту часть Светлого Вечера проведет философ, богослов, доктор физико-математических наук, профессор Института философии Российской Академии Наук, профессор кафедры сравнительных исследований религиозных традиций при ЮНЕСКО. Можем очень долго перечислять должности Сергея Хоружева, но лучше просто сказать ему «Здравствуйте, здравствуйте». Добрый вечер, друзья, добрый вечер. Сергей Сергеевич, через два дня второе воскресенье Великого Поста, которое уже много лет, может быть, даже много веков, в Православной Церкви посвящено памяти святого Григория Паламы. Вот христианская история знает множество святых, и тем не менее вот именно этому святому каждый год именно это воскресенье посвящается. Почему этому? Почему не другому? И в чём его величие, этого святого, что настолько Церковь его предлагает как образец, как объект для внимания всех верующих в дни Великого Поста? Прежде всего, благодарю, друзья, что у меня есть возможность с вами побеседовать в неделю о Паламе. Мы обращаемся в эту неделю к сердцевинным, для православия фигурам учителей, к сердцевинным духовным предметам. Что касается святителя Григория, его значение многомерно, многосторонне. Для краткого самого ответа я выделил бы, условно разделив их, два плана. Во-первых, исторический, он же вероучительный, и затем личностный. Личность всегда для православия важнейшая. Также в первом плане Палама – завершитель православного вероучения. На основе его мысли, его богословских трудов церковью созывался целый ряд поместных соборов в XIV веке, в 1341, в 47, в 51 годах. Принятые на них соборные определения, томосы, и в особенности знаменитый томос 1351 года, оставшийся под названием паламитского догмата. Они послужили важнейшим заключительным звеном во всём корпусе православной догматики. После них и до сего дня этот корпус оставался дезыблемым и неизменным. И таким же остаётся? И таким же остаётся по сей день, я сказал. Что касается личностного плана, здесь святитель Григорий – необычайно цельный образ, образ выразителя и защитника православной традиции, который никогда не переставал ревновать о её здравии, о её жизни. Голос паламы – это именно голос традиции, это не размышление одинокого мудреца-философа. Палама от себя вообще никогда не говорит, или точнее, никогда не говорит от одного себя. Его голос – это достоверный, аутентичный голос традиции. Какой традиции? Православной аскезы. А точнее – афонского исихазма. То есть он пересказывает слова каких-то других подвижников, других святых, иными словами, если не говорит от себя. Я бы даже так сформулировал. Говорить от себя – это не значит прямого повторения, разумеется. Это выражение той же истины, которая в обладании традиций ей, но в нужной сегодня, порождённой сегодняшними обстоятельствами и духовными нуждами форме. И эту форму святитель Григорий и находил. Он плоть от плоти афонского исихазма. А что такое афонский исихазм? Чем, от чего именно он сегодня столь для нас важен? Вот об этом будут наши следующие вопросы дальше. Да, несомненно. Но можно ли говорить о том, что Григорий Палама, он не был основоположником самого учения об исихазме, а он был лишь выразителем традиции? Разумеется, он не был основоположником исихазма. Эпоха XIV века называется эпохой поздневизантийского исихазма, который к этому времени имел приблизительно тысячелетнюю историю. Давайте разбираться. Вот что такое исихазм? На самом деле, мне кажется, что большинство людей делится в этом смысле на две категории. Одни вообще никогда этого слова не слышали, исихазм. А вторые слышали, ну, или как-то, может быть, читали где-то, сталкивались, если так или иначе, интересовались миром православной веры. И, скорее всего, то, что село в голове, это такой общий контур, что были какие-то монахи, которые много молчали, а ещё смотрели на свой пупок и вот так молились. И вот это исихазм. Но, наверное, это чрезвычайно примитивное понимание. Это даже не понимание, а взгляд. Мне как-то кажется, что вот в этих ваших вопросах вы делаете некую уступку масс-культуре малограмотной и обладающей тем представлениями об исихазме, которые на сегодня устарели, которые уже становятся определённо уходящими и нетипичными. Уже несколько десятилетий назад православные богословы, причём в большинстве принадлежавшие к русской культуре, вернули не только в богословие, но в широкое православное сознание, вернули изначальное понимание исихазма, которое исконно и, безусловно, правильно. По этому исконному пониманию исихазм – аскетическая православная практика, которая себя всецело посвящает добыванию, хранению, передаче действительного, актуального опыта соединения христианина со Христом, такого опыта, в котором сама суть и цель христианской жизни. Кратко можно сказать, что исихазм добывает стержневой, квинтэссенциальный христианский опыт, и поэтому он и сам есть ничто иное, как сам стержень православной духовности, который, конечно, при этом себя никак не отделяет от общецерковной, от литургической жизни, но включает это. И сегодня вот такая его стержневая роль полностью нашей церковью признана, и это, например, ярко проявляется в самых свежих событиях, в происходящих ныне больших торжествах в честь тысячелетия русского Афона. Афон – это и есть почти синоним исихазма, это его средоточие, это исихазский очаг по экселанс, это место исихазма само. Действительно, если хотите, синоним. И все мы сегодня видим, какое значение ему наша церковь передает. Так что вот это о действительном значении и действительной сути исихазма. Сергей Сергеевич, ну, давайте поподробнее немного остановимся на самой практике. Во-первых, все это немного напоминает восточные нехристианские практики. Йогу, вот это созерцание, углубление, попытка достижения какой-то мистической, в общем, можно сказать, цели, не напоминает вот это все, ту самую модную йогу, которая сейчас так распространена в мире. Это как раз в таких популярных разговорах об исихазме едва ли не в первую очередь сегодня и вспоминается. Формула православная йога крайне распространена. К исихазму она, скажем, на Западе применяется сплошь и рядом. Это просто одно из его основных наименований в западной популярной квазидуховной литературе. Но здесь опять уступка поверхностному восприятию и поверхностной аудитории. Серьезный человек не будет говорить вот так, как бы пренебрежительно, отмахиваясь ни о йоге, ни тем паче, о басихазской молитве. В этой молитве участвует тело, да, и очень существенно участвует. По христианскому учению, к соединению со Христом в Духе Святом, человек устремляется всем существом своим, цельным существом, разумом, психикой и соматикой в том числе. Палама говорил, тело вместе с душою проходит духовное поприще. И исихасты во многих поколениях истовым подвижническим трудом находили, как же именно телу надо проходить духовное поприще. Как конкретно тело должно соучаствовать в молитве, в восхождении к Богу? Всегда говорят о дыхании, но действительно ясно, что с молитвенным деланием ритмы нашего дыхания как-то должны находиться в соответствии, в каком-то сообразовании. И что касается йоги, вот действительно этот постояннейший вопрос о сходствах с ней, йога тоже школа духовного восхождения, и она тоже включает телесные слагаемые. Поэтому какие-то общие черты здесь имеются, но это абсолютно не исключает самых капитальных расхождений и противоположностей. Прежде всего, сам финал духовной практики, сам смысл ее, сам итог в двух случаях видится диаметрально противоположно. Светлый вечер на радио Вера Философ и богослов Сергей Харужий сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». На Светлом радио говорим о молитве, ну а если быть точнее, говорим об исихазме как высшем проявлении православной христианской молитвы. Вы начали про то, что финал двух практик йоги и то, как иногда инорниче называют православной йоги и исихазма, хотя это не больше, чем такой вольный вольный трюизм, они различны. В чем же принципиальные различия? Различны, прежде всего, сами духовные цели, и, как следствие, различным оказывается и путь к этим целям. Вообще, духовная практика явления очень многомерная, духовная, антропологическая, историческая, а каждый из этих сторон можно отдельно и много говорить. Поэтому взаимосвязи духовных практик это очень непростая проблематика. Она есть, вообще, эта связь между православной аскетикой, духовными упражнениями индийских, суфийских мистиков? Или вообще эти совпадения, они по большей части случайны и, в общем, истекают из того, что природа человека, она более-менее едина? Ну, не более-менее, а вообще едина. Ну, две части вашей фразы, они противоположны друг другу. Если некие совпадения коренятся в единстве человеческой природы, то они в высшей степени не случайны. То есть, они не случайны. А есть и связи, и сходства имеются и такие, и другие. Связи, и сходства разного рода, на разных уровнях. Есть и моменты взаимных влияний, перекрёстных заимствований. Есть и воздействия вот именно, как вы сказали, универсальных общечеловеческих факторов, попросту особенностей основа устройства нашего существа. А как до афонских монахов, живших на территории современной Греции, доходили практики людей, которые, в общем, обитали очень далеко от той самой Греции? Ну, по крайней мере, и понятно, что какая-то связь могла быть, но вот духовная связь, как она, или наоборот, от монахов афонских, как какие-то практики попадали туда? Я сказал, что афон средоточие Исихазма, его фокус, локус, главное место, но это, разумеется, не вся территория Исихазма. Исихазм имел своей территории всю Византийскую империю, начинался он вообще в Коптском Египте, в Палестине, и только к X веку, как мы знаем, очагом его стал Афон. В том числе на Ближнем Востоке был обширный ареал соприкосновения с ближневосточными уже внехристианскими религиями и течениями, прежде всего с теми территориями, на которых новоявленный ислам интенсивно развивал суфийскую мистику. Так что реальные ареалы соприкосновения очень даже были и в течение порядочного периода, но это как раз уже такие технические научные вопросы. Нам нужно подчеркнуть, наверное, у нас просто нет времени на вот эти прослеживания исторических и географических перекрещиваний. Нам важно сказать другое. Каковы бы ни были эти сходства и совпадения, они они все ни на йоту, ни убавляют полной самостоятельности, самодостаточности исихазской практики христоцентрического богообщения. Самостоятельность в чем? Она и в генезисе, и в ведущих мотивах, стимулах практики, и прежде всего в ее целях. Можно сказать попросту, во всех основоположных конститутивных аспектах исихазма, он безусловно самостоятелен и самодостаточен. Вот если мы твердо закрепили вот это первородство духовное, несводимость духовному, дальше спокойно можно отмечать какие угодно сближения и сходства. Их замечательно просто описал крупнейший, может быть, в наши дни богослов исихазма, митрополит Калист Уэр. У него есть просто великолепный об этом текст, я бы всем порекомендовал, при этом очень ясно и просто написанное. А вот эти встречи, соответствие, их как раз очень непросто распутать, даже понять, в какую сторону было влияние, потому что духовные практики это камерные, сокровенные школы опыта, и они для получения чистого духовного опыта требуют уединения, всегда говорят об их асоциальности, это процессы на глубине, и встречи, заимствования это тоже встречи на глубине, о них, если мы говорим поверхностно, мы обязательно наговорим какую-нибудь чепуху, это достаточно сложная проблематика и глубинная, но повторяю, вот значение ее, чтобы понять, нужно всегда иметь в уме вот эту основоположную несводимость и духовное первородство нашего православного опыта. Я вот не до конца все-таки свой ответ на вопрос получил, давайте для человека, который смотрит со стороны на эту тему, сформулируем, чем принципиально цель духовной практики исихазма отличается от цели духовной практики йоги. Исихазская практика разумеется для каждого из наших слушателей это направляется к соединению со Христом в Духе Святом, направляется к стяжанию Духа Святого по слову преподобного Серафима, и разумеется никакие восточные практики и думать не могут к этому направляться, направляются они абсолютно к противоположному, они направляются тоже путем некоторого восхождения тоже путем преобразования всего человеческого существа, однако преобразования к чему? К разравниванию и уничтожению всех личностных структур, не к соединению с Богом живым, а напротив к погружению в нирвану, в дао, в великую пустоту, в ничто. Это связано с тем, что... Это абсолютно противоположные финалы, и на основании этого, если повнимательнее посмотреть, и сам путь-то, вот эти сами сближения, он тоже принципиально друг разного рода. Вы говорили, Сергей Сергеевич, о том, что исихазм в каком-то его проявлении довольно моден на Западе, а есть люди, которые его практикуют, но при этом не являются христианами, православными христианами, не участвуют в остальной жизни церковной. Сегодня, во-первых, Запад и Восток достаточно смешали свои границы. На Западе есть достаточно существенные очаги православия, есть, простите меня, американская православная церковь. И в рамках нее православная аскетика. Конечно, я о другом говорю. Есть греческая диаспора по всему миру, и в рамках нее аскетическая практика. Я говорю о том, что вот в 70-е годы, например, различные восточные практики вошли в моду, особенно в США. И исихазм, как стоящий в ряду этих практик для кого-то, не являющийся продолжением православного вероучения, есть ли люди, которые вот именно в таком виде его практикуют, как отдельную самостоятельную практику духовную? Разумеется, то, что в таких случаях практикуется, исихазм называться уже попросту не может. И исихазм принципиально православная аскетическая практика. На Западе, как мы знаем, да и не до сегодня этот Запад, простите, и в Москве достаточно. Ну, я понимаю, да, я не совсем точно выразился. В достаточной степени. Сегодняшнее, скажем так, вестернизованное человечество и глобализованное человечество самым усиленным образом культивирует синкретизм, смешение всех и всяческих не цельных практик и вер, а их кусков и элементов, обрывков. Происходит то, что называется виртуализация, превращение цельной фактуры духовной жизни в набор обрывков. И в этот набор обрывки исихазма очень нередко входят тоже. Известное движение Нью Эйдж, которое уже около полувека существует, очень не против себя включать и элементы православной духовности тоже. Но называть это исихазмом попросту неосторожно и не следует этого делать. Обрывки исихазма эксплуатируются, мало ли где эксплуатируются. Давайте к настоящему исихазму. Говорят, что исихазмы, монахи очень часто исповедовались и считали необходимым своим духовникам открывать буквально каждый малейший помысел. Зачем это нужно? Как это связано с самой природой практики? Как мы уже сказали, исихазм это практика выработки, хранения, трансляции необычайно важного опыта, который я назвал квинтэссенциальным христианским опытом? Создаются в нем не вещи, не знания даже, а живой опыт. Причем этот опыт должен строго соответствовать восхождению ко Христу, восхождению по знаменитой райской лествице, как исихазскую практику назвал ее самый первый систематизатор, преподобный Иоанн Лествичник, еще в седьмом веке. И вот это исихазское восхождение тогда только может достичь цели, если оно точно следует исихазскому методу. Что такое исихазский метод? Это очень объемистый и непростой свод правил, принципов, приемов духовно-телесных, установок. И сами исихасты свою практику и называли метод. Опыт, который получается в исихазме, должен быть правильным опытом, который точно соответствует пути восхождения. Чтобы он соответствовал, его надо очень точно выстраивать и тщательно проверять. Вот проверка опыта – это одна из первейших заповедей исихазской практики. На каждом шаге должен ты проверять, не сбился ли ты с пути. Это слова назарчайшего учителя исихазма, слепца, как мы знаем, Авва Исаака Сирина. И при этом еще надо учитывать, что духовный опыт – это внутренний опыт. Новоначальный аскет, послушник, должен учиться тому, чтобы его опыт был правильным опытом. И он может научиться, поскольку это живой личный опыт, не из книжек, он может научиться только в стихии личного общения от некоего духовного руководителя. А каким путем? Речь о внутреннем опыте и научиться ему можно только, если ты откроешь этот свой опыт своему духовному наставнику, если ты откроешь ему свой внутренний мир. И это крайне существенная черта духовной практики. Продукт ее это именно опыт, а не что-нибудь, личный опыт. И он вырабатывается в личном общении путем его разделения с собратьями по традиции, а в первую голову, разумеется, с духовным руководителем. Опыт в ассихазме не твой индивидуальный опыт, этот опыт собственно говоря принадлежит традиции, он выносится во всеобщее пространство иссихазского опыта и присоединяется к фонду иссихазского опыта. И это возможно только путем его открытия, прежде всего открытия духовного руководителю. Поэтому образуется именно такая вот человеческая связка, двойственное единство. Диана, как часто говорят, послушник, его духовный руководитель, старец. И это такая вот необходимая структурная единица, атом, если угодно, из которых все иссихазское сообщество и складывается. Это необходимо следует из духовных заданий. Сергей Сергеевич Харужий, доктор физико-математических наук, профессор философии Института философии РАН, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». В студии также Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут. Светлый вечер на Радио Вера. Мы продолжаем нашу программу «Светлый вечер» на Светлом Радио, где говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Сегодня говорим о молитве в очень глубоком, глубинном, я бы сказал, ее представлении с философом, богословом Сергеем Харужем, здесь в этой студии также Константин Мацан и я, Алексей Пичугин. Сергей Сергеевич, скажите, ну, правда ли, что в результате духовных упражнений, мы говорим не о конечном результате, а скорее о промежуточном, да, который человек может в течение практики монах, да, это монашеская все-таки практика в большей степени, монах в течение своих практикований, может достигнуть, ну, практически прижизненной святости и созерцания, как говорят, богословы, которые занимаются догматикой, этот термин сейчас тоже надо будет, мне кажется, пояснить, нетварных божественных энергий, ну, вот, которые в виде некого света проявляются. да, сами исихасты назвали те духовные состояния, которых они достигают на вершинах, на высших ступенях исихастского опыта, назвали их созерцанием света Фаворского, и исихастская практика, она, как я уже упоминал, но не подчёркивал пока, она выстроена как лествица, она складывается из отчётливо друг от друга отличных ступеней опыта, подвижник по ним совершает восхождение, и в этом восхождении он достигает действительной встречи с иной божественной реальностью. Опыт доносит до него, что он встретился с такими воздействиями, с такими энергиями, которые ему самому определённо не принадлежат. Он обнаруживает их действия в себе, на своей территории, в своём внутреннем мире, но при этом с достоверностью знает, что ему они не принадлежат, что их источник не в нём. Это не его личная заслуга. Да, в том числе, ну, это, аспект заслуги, это немножко другое. Это уже вопрос о том, как он достиг такой встречи, достиг собственными заслугами или в дар. Он понимает, и сихасский опыт до него доносит, что своих личных трудов ему бы не достало. Он не мог. Нет никакой выстроенной методики, никаких рецептов, по которым он вот такой встречи с гарантией мог бы достичь. Поэтому личная заслуга здесь абсолютно минимальна, но в то же время она и не равна нулю. Это разговор о том, что в православии называется синергия. Нужно соработничество, сообразование, координация собственных человеческих энергий и благодати, к которой он устремляется. Но в конечном итоге встреча с благодатью, как это неоднократно в русской литературе духовной подчёркивалось, благодать даруется, а не заслуживается. Человек, который нас сейчас слушает, услышит слова про божественные энергии, про озарение внутреннее и подумает или может подумать, что вот это и есть суть веры. Что вот мы молимся и исихазом молились ради каких-то вот таких ощущений, как бы мы сказали, мистических откровений. И тут очень легко как-то впасть, наверное, в заблуждение или перепутать то, чем является исихазом, с тем, что доступно, наверное, в других практиках тоже, в восточных, возможно, где-то ещё. Или вовсе является чем-то ложным, то, что святые называют прелестью, с неким самообманом, что вот я что-то такое чувствую, наверное, это во мне Бог говорит, а на самом деле это просто совсем другие силы, на самом деле, с человеком в этот момент играют. Где здесь точная грань? Это абсолютно необходимый момент здесь затронут. Это вопрос, который нас возвращает к уже затронутой теме проверки опыта. Это проверка важнейшей элементы сихазской практики. И в самой практике, как её важнейшая часть, существует удивительно, поразительно скрупулёзный, изощрённый аппарат проверки получаемого опыта. Здесь есть просто высокоорганизованная критериология, на удивление, тонкая, детальная и методическая критериология опыта. Я в своих работах очень специально, очень подробно её как-то пытался реконструировать. Для отсечения ложного опыта или прелести, плани по-гречески, выстроено не менее четырёх уровней. Каждый уровень ещё, в свою очередь, подразделяется на разные приёмы, методики и так далее, но самих уровней не менее четырёх. Первое. Разумеется, человек должен поверять и понимать свой опыт из собственного предшествующего опыта и разумения, из уже накопленного фонда. Второе. Он должен его поверять и толковать, проверять из собеседования с духовным отцом, разумеется, и с искушёнными собратьями, подвижниками. Второй уровень. Третий уровень. Он для этой цели проверки использует и писание отцов-аскетов и отцов-церкви. И, наконец, уровень четвёртый, разумеется, тоже необходимый. Для этой проверки он употреблять должен и обращаться должен и к священному писанию. Вот четыре этажа проверки, и все они очень активно подключаются к этой проверке опыта. При этом исихазская литература необычайно богата описаниями, свидетельствами ложного опыта и как распознавать эту ложность. Здесь существует просто такая обширная, обильная опытная база. И вот к ней, из неё и черпает подвижник, который свой опыт проверяет. Если позволите, я буквально на секунду отвлекусь от исихазма и конкретной темы программы. Хотел бы вас спросить просто как опытного христианина, уже давно живущего в церкви, имеющего и знания о молитве, и, наверное, свой какой-то опыт. Вот нужно ли нам, простым людям, вот нашим, просто мирянам, да, мне, Алексею, нашим слушателям, ждать во время домашней молитвы, церковной молитвы, каких-то особых ощущений. Вот думали, что мы сейчас, как исихасты, что-то почувствуем, что-то увидим. Вот насколько это вообще правильно, так даже в эту сторону думать? Учители исихазма и, прежде всего, сам преснопоминаемый святитель Григорий Палама всегда неизменно подчёркивали, что исихазский опыт, включая и вершинные его состояния, не ограничен никакой категорией отдельной церковного христианского людо, что он в принципе, как таковой по природе своей не только доступен, но и должен быть предметом стремления каждого христианина. Докуда в этом стремлении человек действительно достигнет, это заранее непредсказуемо. Каждый духовный путь индивидуален и уникален. Никаких общих и средних нормативов и показателей здесь быть не может, но отсутствие вот таких принципиальных ограничений это важнейший момент, который все учители исихазма неизменно подчёркивали. Стремиться к этому надо, а достигнет каждый в меру его. Тут просто, мне кажется, есть один тонкий момент, связанный опять-таки с целеполаганием. Ради чего человек молится? Ради обращения к Богу, ради покаяния, ради того, чтобы быть с Богом, или ради того, чтобы что-то почувствовать, испытать? Мне кажется, это принципиально разные вещи, и вот первое, наверное, скорее верно, а второе вряд ли. Как вам кажется? Два пути или две системы целей безусловно очень различны, но вы уже в самих своих формулах достаточно подчеркнули, что здесь для христианина должное, а что не должное. Я сам в начале как определение исихазма употреблял формулу квинтэссенциальный христианский опыт, опыт соединения со Христом в Духе Святом. При чем же тут погоня за ощущениями? Это просто ни при чем. Спасибо. Вы говорите, что это квинтэссенция христианского опыта, но с другой стороны церковь, по крайней мере, русская церковь, на протяжении очень долгого времени исихазм не признавала и даже относила его к сектантским проявлениям, например, в конце девятнадцатого века в книге отца Сергия Булгакова, не того знаменитого философа, а другого, который написал настольную книгу для священнослужителя, которую, опять-таки, не просто до революции священники пользовались, но я знаю, что многие продолжают пользоваться и по сей день, исихазм трактовался только так. Но, с другой стороны, в начале двадцатого века стала появляться и другая литература, например, откровенные рассказы о странних и духовному отцу, которая повествовала как раз о босихазском опыте, который до то ли был для большинства россиян незнаком. Как можно объяснить, что сам Григорий Палама святым, был святым, признавался святым церковью, но, тем не менее, исихазм, о котором он говорил, считался, в общем, сектантским проявлением? Пути истории сложны и неисповедимы, здесь история исихазма как равна и историческая судьба всей нашей веры, православия, судьба, это была весьма сложной. Наступали длительные периоды упадка, забвения исихазской традиции, когда она выживала и сохранялась лишь некими воздушными или подземными, скажем так, путями. Таковы были такие периоды, бывали уже и в Византии, при том, что она была православной империей, скажем, период X-XII веков, и особенно, конечно, после османского завоевания, период XVI-XVIII веков. Даже на Афоне в середине XVIII века преподобный Паисий Величковский не мог найти живого исихазского преемства. Он собирал по монастырям, по скитам заброшенную, нечитаемую исихазскую литературу. Так же и в России, но в России было типично еще и другое. Очень важным было, что в то время, когда исихазм был забыт и абсолютно непонимаем в официальной церковности и в церковной учительной литературе, в духовном образовании, вот в то же самое время начало этой духовности жили в народном, в низовом православии, и зачатки исихазского возрождения шли оттуда, а само исихазское возрождение, как мы знаем, оно интенсивно развивалось в России, начиная с деятельности преподобного Паисия, который и рассматривается в судьбах русского исихазма как возродитель традиции, с выпуска знаменитой книги «Добротолюбие» и так далее. Здесь отмечается, что вот это исихазское возрождение в России было уникальным феноменом, когда воздействие такой просвещенной православной школы, весьма ученой, преподобного Паисия, соединилось с вот этими струйками низового устремления к аскезе исихазского типа, которое развивалось в среде просто простого русского церковного людо в церковной России. Каких-нибудь есть такая формула рословских пустыннолюбцев, простых людей средних, низших сословий, которые уходили в леса, как когда-то в Коптском Египте удалялись первые отшельники анахареты в пустыню. Вот это повторилось у нас в России. И два потока слились, вот это вот просвещенное от Паисия, шедшее возрождение исихазма и возрождение интуитивно шедшее снизу из органики русской души и русского духа. Но они уходили в леса, надо полагать, не отделяя при этом себя от церкви, не считая себя, не переставая считать себя чадами церкви. Нет, конечно, просто ища другого образа жизни. строгого, чистого духовного опыта. Светлый вечер на радио Вера Сергей Харужий философ, профессор института философии Иран. Сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» мы говорим о молитве и о фигуре Григория Паламы и о практике исихазма, которую с именем этого святого обычно ассоциируют. Сергей Сергеевич, тот, кто задастся цель что-то почитать про Григория Паламу или про исихазм, откроя почти любой ресурс интернет, наткнется на имя его оппонента Варлаама Калабрийского, монаха Варлаама Калабрийского. Вот в чем была суть полемики и как вот в этом сравнении можно для себя ярче высветить собственно правду святителя Григория по сравнению со своим оппонентом. Да, Варлаам был оппонентом святителя Григория на ранних начальных этапах исихазских споров и остался самым действительно известным оппонентом исихазма, но при этом богословский вовсе не самым значительным. Основные антипаламитские тексты Варлаама не сохранились, но, хотя сам он обратился в католичество и даже стал позднее епископом в той же своей Калабрии, его позиции вот часто еще говорят, что позиции Варлаама были восприняты католиками и стали основой их реакции на паламитское учение. Это не так. Позиции Варлаама не стали позициями католической церкви и вообще по всему судя основательного развернутого богословия у Варлаама видимо и не было такого, которое можно было бы весомо сопоставить с богословием паламы. Скорее у него были отдельные идеи, ну, например, о невозможности достоверного познания Бога. И, кроме того, чем он больше всего стал известен, у него были грубые, резкие нападки на исиханскую практику. Но и в пору исихасских споров и позднее существовали более серьезные противники. Например, уже современник и одно время важный такой собеседник и союзник святителя Григория Болгарин Акиндин. богословские труды его сегодня публикуются, интенсивно изучаются, и там находится весьма серьезная аргументация. Это вот антипаламитская нить, поскольку исихасские споры и по причине ранней кончины святителя Григория, и в силу исторических обстоятельств богословские никогда не получили завершения. очень многие существенные тонкие пункты учения о сущности энергии остались открытыми и пребывают открытой богословской проблематикой до сегодня. И в этой открытой проблематике в любой период существовали обе позиции и православно-паламитская принятая церковью, и позиция антипаламитская. Пока я говорю внутри православия, католичество пока оставим в стороне. сегодня в том числе в числе достаточно серьезных богословов, думающих, православных мыслителей находятся и фигуры антипаламитской ориентации, скажем, известный наш философ Владимир Вениаминович Бибихин или ныне здравствующий Алексей Георгиевич Дунаев, люди с весьма серьезными богословскими эрудициями и позициями и придерживающейся ориентации антипаламитской. Все это сегодня открытая и живая проблематика. А полемики случаются? Полемики, разумеется, и сегодня она происходит. Один существенный фактор, конечно, еще, хотя и внешний, но не очень-то внешний, это позиция католичества. В католичестве всегда было очень серьезное богословие, и католическая церковь, безусловно, не приняла православного учения о божественных энергиях. А в лоне католической церкви сейчас есть люди, которые занимаются исихазской практикой? Безусловно, безусловно. Католичество, католическая традиция, большая традиция, в ней тоже всегда были различные течения, различные богословские позиции, и надо прежде всего сказать, что католическая ученость, весьма основательная, многовековая, сделала очень много просто для фактического познания, исследования исихазма. Очень многие исихазские первоисточники, были введены в научный оборот католическими учеными, и первые публикации их происходили вот в католическом ареале. А по существу надо сказать, что само сердцевинное направление католической мысли классический томизм, вот он действительно и всерьёз с нашим учением о божественных энергиях несовместим. Но другой вопрос, каковы роли места этого классического томизма в сегодняшнем католичестве? Правильно я понимаю, что если попытаться огрубить до предела суть расхождений Григория Паламы и Варлама Калабрийского, то это можно было бы так сформулировать. Святитель Григория Палама говорит о том, что человек может познать Бога, то есть соединиться с Ним максимально близко для человека возможно, как это для человека возможно, фактически с Ним стать единым через молитву, через практику умной, правильной молитвы, о которой мы сегодня говорили. А мнение его оппонента монаха Варлама Калабрийского в том, что нет. Вот это двери между человеком и Богом, через которые можно соединиться и Бога познать, стать к Ним очень близко, нет. Это даже можно не пытаться. Бог на Неве, мы тут, и вот этой прямой веревочке нам не протянуто. Это слишком грубая формулировка, или в принципе так можно сказать? Она близка к истине, она близка к истине. Я уже сказал, что вот одна из известных богословских идей Варлаама это невозможность достоверного познания Бога. Но и здесь нужно сказать, что как раз общее у Варлаама и у позиций католического богословия в том, что разговор вёлся в терминах познания, а вот этот дискурс познания, он для православия и для исихазма не коренной и не по существу, не в познании и дело. Познание существует как аспект, и наша жизнь в Боге может называться богопознанием, включает в себя богопознание, но по существу она есть не познание, а есть личное общение, которое углубляется, интенсифицируется и достигает действительного соединения. Всё это не познавательная деятельность. Познание это здесь, что называется, не по существу и обозначает только поверхностные аспекты духовной практики. Это не познавательная практика. Это о другом, простите меня. Ну, я почему употребляю слово познание, потому что от одного философа, я сейчас не помню уже точно где, вот я такую мысль слышал, что познание можно понимать не просто как рациональное узнавание чего-то, а как соединение с объектом познания. То есть, в этом смысле богопознание это именно то, о чём вы говорите, личное общение и соединение с тем, кого ты хочешь познать изнутри себя. То есть, это именно личное богообщение. Ну, это вопрос, как в философии выразится, вопрос когнитивной парадигмы. Какой способ, какие методологии, какое понимание познания иметь в виду? Есть и такое понимание, которое вот сейчас вы описали. Но принятые на Западе, в западном миросозерцании когнитивные парадигмы другие. И самые известные это парадигмы научного субъекта объектного познания от Декарта идущие и общепринятые европейским разумом и европейской философией. Она другого рода. И чуткие философы это вполне и на Западе замечали и констатировали. Например, Мишель Фуко, как мы знаем от православия предельно далекий, уже он подчеркивал, что есть принципиально две линии в интеллектуальной истории. Одна линия вот этого объективного познания, когда нужно познавать предмет перед тобой стоящий, и другая линия, когда требуется изменение самого себя. Вот здесь принципиальный рубеж. Должен сам человек меняться или не должен? Давайте подведем итог нашей беседы. Смотрите, большинство людей об исихазме не знают, в том числе среди практикующих христиан в нашей церкви, людей, которые исихазм практикуют, в общем, гораздо меньше тех, кто регулярно участвует в церковных таинствах. Ну, а тогда так ли важно для спасения человека знакомство с мистическими практиками отцов восточной церкви? То есть, православной? Нужно учитывать индивидуальность каждого духовного пути, уникальность отношений каждого верующего с живым Богом. Вот эти вещи являются не универсальными, а индивидуальными. Они отсылают к индивидуальному духовному опыту. Известно, что этот опыт должен достичь цельности и полноты. Каждый до такой цельности свой опыт отвести должен. Но что такое вот эта цельность и полнота? Это совсем не одно и то же для всех и каждого. Для спасения необходимо цельное устремление ко Христу, всем существом, всеми нашими энергиями, телесными, психическими, интеллектуальными. Но люди-то разные, бесконечно разные. У одних множество их интеллектуальных энергий включает богословие и философию. Есть эти измерения в их опыте, а у других этих измерений отнюдь не присутствуют. И вот с них и не спросится. В их опыте этих измерений нет, они достигнут цельности своего опыта, своей, как выражались раньше в католичестве, было популярное выражение вероугольщика, трудяги, который разносит уголь по домам. Вот у него есть его простая вера, и с него отсутствие философии и богословия ну никак не спросится. Но если в твоем опыте, в твоем разуме налицо эти измерения уже есть, есть богословские философские содержания, тогда долг твой их не оставить непроработанными, не оставить их в туне. Коль скоро они уже есть у тебя, ты и их тоже должен вобрать в цельное устремление существа твоего ко Христу. В общем, после сегодняшней программы, мне кажется, ответственность с тебя спросится. Слушатели как раз повышаются, а с тебя спросится. Потому что теперь они не смогут сказать, что мы ничего не слышали никогда об истихазме после такого подробного разговора. Мне лично кажется, что вторая неделя поста, второе воскресенье поста, посвященная Григорию Паламе, святому Григорию Паламе, это для меня лично просто напоминание о том, что есть молитва, и она в сердцевине наших отношений с Богом. И может быть, это то, о чем говорит святитель Григорий, это высшее проявление молитвы, это ее высшая стадия, а нам простым и грешным, может быть, церковь хочет напомнить хотя бы о том, чтобы мы о низшей стадии помнили, о том, что в принципе это есть, и нам это доступно, и вот это сокровище церковь для нас хранит. Константин Мацан о высоких материях, а я сейчас буду перечислять опять все регалии нашего сегодняшнего замечательного гостя. Сергей Харужий был в программе «Светлый вечер» на Радио Вера, философ, богослов, доктор физико-математических наук, профессор философии Института Академии Наук, Института философии Академии Наук, профессор кафедры сравнительных исследований религиозных традиций при ЮНЕСКО. Спасибо вам большое за этот разговор, было очень интересно. Алексей Пичугин. Я Константин Мацан. Спасибо. Слышимся на Радио Вера в светлом вечере снова. До свидания. Светлый вечер на Радио Вера.